Звёздный завтрак на Радио Шансон. Звёздный завтрак. И неправда. Так, а ну давайте. А где вы берете информацию? Ну как всё? Да здравствует Гугл. Знаете, сколько выдаётся? Да вы что? А я вам сейчас скажу. Заходит какой-то странный человек и пишет мне ещё Янц, а не Саруханов. И вы там берёте информацию, да? Не-не-не, в чём наврали, рассказывайте. У меня высшее музыкальное образование. Высшее? Ну подождите. Это же я просто сказала, что вы окончили музыкальную школу по классу гитары. Это то, с чего вы начинали. Мы же не усомнены в вашем высшем... Да, и ощущение... У меня сложилось ощущение, что в Самарканде я... В Самарканде вы родились, Игорь Армадович, давайте так. А в Долгопрудном я закончил школу номер один музыкальную. Давайте вот расставлять все точки над «и» на той информации, которая гуляет по интернету, потому что гость вы у нас не частый, но очень даже желанный. Но бывающий. Вы знаете, я когда вот эту справку составляла, я нашла информацию о том, что в детстве, давая концерты самодеятельности, вы за них деньги получали. Это тоже врут или это правда? Да, чуть из школы не выгнали. Тогда комсомолец не имел права зарабатывать деньги. Это, получается, ваш первый гонорар был, да? Да, гитара дорого стоила. Гитара дорого стоила. А вот уже в более осознанном таком творческом возрасте вы свою первую зарплату помните? Конечно помню. А какой вот вы имеете в виду возраст, скажите? Ну вот такая серьезная зарплата, которую вы получили с концертов, с гастролей. Вот самая-самая первая. Да, да, да. Это очень большая зарплата, она превышала папину зарплату в десятки раз. Это какая сумма была? Ну, папа как доцент и кандидат технических наук получал 370 чистыми, то есть или грязными, я уж не помню, но это не важно. А я 2000. 2000 рублей получили. Он, наверное, в тот момент сказал, что же я делаю вообще в этой жизни неправильно, да? Он сказал и Роза, это маму, маму так звали, Роза. Я всю свою жизнь учился, а этот ребенок получает больше, чем я. А папа же первоначально не верил, да, что вы сможете на этом поприще достигнуть высот? Потому что у него не было знакомых, а было принято, что если у папы или у мамы есть знакомые, то они потом продвигают своего ребенка или в институт, или куда-то устраивают на работу, к себе. Так было принято. А я выбрал стезю вообще диаметрально противоположную той, которую занимали мама, папа, мама, педагог русского языка, литературы, эстетики психологии в старших классах. Папа преподавал и вел научную деятельность в институте сначала в МИХМе, куда он меня засунул в первое время. Я один год кое-как отучился на неорганике и убежал оттуда. Он спросил, а почему ты, и куда ты убежал? Я говорю, я хочу играть в группе «Цветы». А в какой момент ваш папа признался, что он был неправ? После какой песни? После десятилетия. Когда исполнилось десятилетие творческой деятельности, я позвал всех артистов. И он мне тогда сказал, да, когда шесть пушек осветили его с мамой, и в этот момент я пел песню «Дорогие мои старики», он мне в этот день сказал, да, сынок, я теперь понял, что ты был прав тогда. Ну, песня, на самом деле, вот лично по моему мнению, она заслуживает, мне кажется, всех наград, которые возможны. И Тэфи, и Оскары, и так далее. Потому что я не знаю ни одного человека, кто бы слушал эту песню, у него не появлялись бы слезы на глазах. Я знаю, что вы когда прочли текст, да, этой песни, сидя в доме вместе с Асяшвили, Симоном, у вас тоже появились слезы на глазах. Я не смог допеть до конца. Дело в том, что песню придумывал на выдумку, ну, вот надо у Симона, вы можете спросить. Значит, вот он присел, вот поминутно просто, да, показал мне текст, я включаю, онлайн просто, я включаю магнитофон. И начинаю играть, потому что я уже вижу, я уже чувствую музыку, и я мог допеть только до второго куплета. А вот это до сих пор происходит чувство? До сих пор КДК подкатываю? Или приходится вспоминать маму, папу, а потом? Только, ну, желательно. Желательно, да? Желательно, я уже об этом говорил, потому что, конечно, грани стираются, замыливаются с годами, да. Потому что это не первый раз, и я надеюсь, не последний я пою. И каждый раз, когда я пою эту песню, сегодня такой новый формат появился. Я под гитару ее пою, я создаю домашнюю атмосферу, и отхожу от микрофона, и в это время весь зал, или площадь, или стадион поют этот припев. Вы представляете, какое счастье? Да, огромное счастье, это огромное счастье. Это очень красиво. А вот скажите, вот в альбом «Реанимация 2» вошли песни, которые вы реанимировали, все ваши практически хиты. Дорогие мои старики, и там тоже, да? И один, и один тоже. Нет, стариков мы пока еще не трогали. Не трогали, да. Ну, скрипка, скрипка вошла, скрипка леса вошла. О скрипке мы обязательно поговорим после небольшой паузы. Игорь Саруханов у нас сегодня в гостях. Вайбер, ватсап активный, 8909-955-103-0. Ваши вопросы ждем. Уже 30 октября Игорь Саруханова с концертом «Реанимация» будет принимать «Зеленоград». 1 ноября Игорь выступит в Белоруссии в Могилеве на фестивале «Золотой шлягер». 8 ноября у Игоря Саруханова пройдет концерт в городе Тверь. Все хиты в новом варианте. А сегодня Игорь Саруханов здесь у нас в гостях в «Звездном завтраке». Идет прямой эфир в Инстаграм. Столько всего интересного там могли люди услышать и увидеть за время рекламной паузы. Очень многое успели обсудить с Игорем. Игорь, скажите, вот за плечами сотни написанных совершенно замечательных песен. Они есть и в репертуаре Л. Борисовне, и группа комбинации. И даже Евгению Кемеровску вы, оказывается, написали песню. Было дело, да. А какую песню исполняет Кемеровский ваш? Не помните? Нет, ну, семь. Семь песен ваших? Да. Мы-то не знали, что был такой союз. Да, он очень много сам написал. Дело в том, что Женьку я знаю всю жизнь, но дружил с его братом, вот, близнецом. Да-да-да. И как-то Женя мне сказал, говорит, Игорь, вот смотри, какая тетрадка. Это вот мои песни. Я, естественно, изучил ее. Я говорю, а что, музыка тоже есть? Да. Да. Это было 80-е, 86-е, 87-е годы. Представляете, там где-то 80-е, да, 86-е, скорее всего. И я говорю, ну, а что ты хочешь? Он говорит, я хочу, хочу вот, чтобы твой аранжировщик сделал мне какие-то аранжировки. Я хочу отснять клипы, я хочу начать петь. Ну, душа рвется, ну, я ему помог. А вы знаете, что Кемеровский сейчас книгу пишет, которую будет называть «Бесконечность». Нет, не знаю. Она вот как раз скоро-скоро выйдет. Огромный-огромный такой вид. Может, там он что-то напомнит как-то обо мне. Может быть, напомнит. Кстати, а не было никогда идеи у Игоря Суруханова заняться чем-то еще, кроме творчества? Я не знаю, может быть, сейчас это модно. Люди рестораны открывают, музыкальные школы детские. Нет, все связано с творчеством. Я в этом году открыл свой лейбл «Суруханов мюзик». Пригласил туда резидентов. То есть там даже есть и заслуженная артистка. Просто очень много цифровых денег, я извиняюсь за это. Очень много. То есть можно, конечно, зарабатывать деньги, открывая и становиться ресторатором. Но я это не умею. А ваш лейбл будет раскручивать артист? Он будет и раскручивать. Для чего? Объясню. Значит, идея лейбла заключается в том, чтобы зарабатывать, раскручивая артистов. Ну, например, поэта-композитора, который исполняет свои песни. И очень много цифровых денег остается непонятно где. Мы будем распределять эти деньги и отдавать певцу, музыканту, композитору. И получать какие-то свои дивиденды. Я только хотела сказать какие-то воробин-гуды просто в вашем лейбле. А тут фраза «получайте свои дивиденды» позвучала. Да, да, да. Я видела, на днях вы рассекали по речным просторам Подмосковья на катере. Были за штурвалом или это просто для Инстаграма фотографии? Ну как это? Нет, секундочку. Я, конечно, за штурвал. Дело в том, что у меня есть документы, я имею право. Давно водите? Давно вожу, да. А где, как правило, ищете новые ощущения? Это всегда скорость? Всегда что-то необычное? Нет, не скорость. Скорость нет. Это раньше была скорость молодой, да, хотелось быстро доехать из точки А в точку Б. И такой молодец, какой я молодец. Нет, сегодня... Дело в том, что в этот момент, когда ты ездишь с большой скоростью, ты не понимаешь, не осознаешь и не задумываешься о том, что не дай бог что-то выбегает, что-то. Человек ли, собака ли, или еще... Ты, во-первых, не сможешь не убить, к сожалению, потому что тормозной путь на такой скорости, он очень большой, он велик. И это надо осознавать. Поэтому я теперь езжу с небольшой скоростью, но камеры не позволяют. Это да. Камера на полосу, да, камера на 90, на 80. То есть, Игорь, тут слушатели спрашивают, а что и где для вас бухта радости или кто? Бухта радости, она в душе у меня, и ее обогащает тот, кто рядом со мной. Семья. Семья. Это и есть бухта радости. Видела ваше откровенное интервью Борису Корчевникову, где вы показали свое гинекологическое древо, которое создал ваш дядя, да? Генеалогическое. Генеалогическое, простите. С какого года ведет отчет? С 800-го. С 800-го года. Вы будете продолжать это древо? Это же дорогого стоит. Это очень дорогого стоит. Не каждая семья может так вот восстановить своих предков по именам хотя бы. Вообще надо это дело очень хотеть, уметь и... Ну вот Владимир Ваганович, наш дядя, он, конечно, умел это делать. Он был на все руки мастер, поэтому он это сделал. Это рукотворная вещь, он сам лично ее создал. Но есть специалисты, которые могут создать настоящее. А, покопаться в этом всем. Взять за основу вот эти данные, которые Владимир Ваганович оставил. Вот, и еще добавить, потому что у нас уже с моим братом, и я просто не... он делал то, чтобы видеть, там несколько ветвей. Да, 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 да. Вот, откуда у него такие знания, я понятия не имею, потому что я вот этих людей, которые на тех ветвях, я не знаю. Вы даже не знаете. Ну да, я знаю только свою ветку и все. А вот ваш младший брат Ваган, мама же его тоже в музыкальную школу отдала? Он свою жизнь с музыкой связал? Нет. Но он музыкальную школу закончил. Вот слушатели подскажут, что есть даже специальный генеалогический центр. Да, совершенно верно. И стоит это все от 200 до 309 тысяч рублей составить такое древо? Более того, я бы хотел еще попробовать разобраться с деньгами нашего прадеда. Так, это как? Потому что бабушки, женщины в 37-м году, когда был такой террор, да, это раскулачивание. То есть, если у тебя много денег, если подтверждение есть, документы, документально подтверждены, ну, то есть, вот эти доходные книги, то человека расстреливали. А-а-а. Вот, и бабушки, они спасли жизнь нашему деду, прадеду. Дело в том, что когда был голод, и он помогал, вагонами отправлял зерно, хлеб, потом лес и уголь, голодающим по Волжье, и многим помогал. А я говорю вам бизнес. У вас, смотрите, дело какое себе придумали, на самом деле. Чтобы еще лучше вас узнать, давайте покопаемся в вашем любимом интернете. Правда? Неправда. Смотрите, Яндекс на запрос Игоря Сурханова выдает один миллион ответов. Обалдеть. Чего только не пишут. Вы, кстати, самый нелепый смешной слух о себе помните, который прочитали? Ну, помимо того, что к вашей фамилии добавляют различные окончания люди. Вот, нелепый. Да. Который бы вас повеселил. Но повеселил, я слышал спор между кем-то и кем-то, что я родился в Сухуми и чуть ли не сидел с одним из них за одной партой. Вот оно. Вот это тоже. Но это кто-то один из них написал, однозначно запустил это все. Да, я типа знаю, да я служил, там учился. Да вот таким его помню. Давайте посмотрим, что мне удалось найти. Это правда, что вы были первым первопроходцем в российском клипмейкерстве? Это да. Это да? Да. Это был клип Барбер, по-моему, да? 90-й год Барбер, Хлебородов Михаил. Это был самый первый крутой. Но он до сих пор прекрасен. ЧБ, все как полагается. А вы, вот сейчас, вы же сняли в этом году два клипа. На песню «Не зови» и она танцевала. Вы с какими режиссерами сотрудничаете? Или вы идеи сами придумываете? Это сейчас один был режиссер. Один режиссер. Да, живет она в Сочи. Зовут ее Маслова Наталья. А как нашли? Жена нашла. Жена нашла? Да, она еще и фотограф, поэтому через вот сообщение я сделал две фотосессии у Наташи. Вот, она гениальная. Совместили приятное с полезным и клипом фотосессией. И тем более мы там живем с детьми сейчас в Сочи. Ой, все вообще удобно. Все рядом, да. Это правда, что в этом году вы выпустили скрипкой «Лиса-2»? Да. Двадцать пять лет до этой песни? Да, двадцать пять. Ну, здорово, что вы ее реанимировали. Она звучит великолепно. Темп изменился. Все, мы не отошли от партитуры, но придали современное, модное, комфортное сегодня звучание. А как вы отбирали среди такого огромного количества своих хитов вот те песни, которые вы должны реанимировать? Смотрите. Все хиты реанимировали. Ну вот стариков же оставили. Пока да. Единственное пока. Но есть реанимация три, которую я буду приступать. Я вам больше скажу. Будет, наверное, реанимация четыре. Почему и нет? Ну, скорее всего, да. Потому что в реанимацию три я вписал двадцать пять песен. О! Значит, наверняка будет десять, двенадцать. Это трешка и четверка потом. Это правда, что одну из своих прекрасных жены Екатеринова отбили у Евгения Осина? Не отбивал я никого. Он мне сам разрешил. Я у меня спросил, что у тебя. Хороший, хороший ответ. Я говорил об этом у Корчевникова тоже. Я не знаю, вошло там, не помню, в программу, по-моему, нет. Но я у Женьки спросил. Я говорю, Жень, ну что у тебя с Кази? Он говорит, Игорь, ну никак. Вот, знаешь, я и так, и так. Я говорю, ну купи цветы. Он купил ей гладиолосы выше ее роста. Я говорю, с ума что ли сошел? Она их не донесет. Ну, короче, ну и как? Не получается, не получается. Я говорю, хорошо, может, у меня получится. Он говорит, давай. Я говорю, разрешаешь? Да. Вот, друзья. Потому что я не могу за спиной друга такой ерундой заниматься. Надо попросить разрешение, да? Ну, я считаю, это да. Но это не по-мужски, но, ребят. Настоящий мужчина Игорь Саруханов у нас сегодня в гостях. Ваши вопросы принимаем. 8-909-9-55-103-0. Кстати, если хотите лично пообщаться с Игорем в эфире, звоните. 2-2-3-5-5-5-0. Абстракт на радио Шансон. Любимый миллионами Игорь Саруханов у нас сегодня в Звездном Завтраке 30 октября. В Зеленограде с сольным концертом реанимация 1 ноября в Могилеве на фестивале Золотой Шлягер. А 8 ноября Игорь Саруханов будет встречать Тверь. Все хиты в новом варианте. Послушали песню «Не зови, Игорь», на которую был снят клип. Да. Совершенно замечательный. Но в этом году у вас еще один клип появился на песню «Она танцевала». Нет, они оба появились в этом году. Да, им всего 2-3 месяца. Вот хочу поговорить о клипе «Она танцевала». Я просто видела эту жгучую брюнетку в этом клипе. А как вы отбирали девчонок для этого клипа? Это был кастинг какой-то или все было предрешено? Там как-то все проще было, потому что Наталья Маслова, она, кроме того, что она клипмекер, она и фотограф, один из важных, главных таких фотографов, который снимает абсолютно весь, вот всю фэшн-историю абсолютно. Абсолютно. Она знакома со всеми, и поэтому ей было очень легко понять, кто мог бы сыграть эту роль. Она мне показала эту девчонку. Игорь, что бы ты хотел? Я говорю, вы знаете, я хотел бы никакого гламура, во-первых. Простой человек говорит о своей девчонке вот так. Она танцевала так, что ого-го. Так надо танцовщицу. Я говорю, да нет, именно нет. Она ему нравится, и ему нравится все в ней. Вот она не умеет танцевать, но она не танцовщица. Но как она танцует, ему нравится. Понимаете? Поэтому это какой-то паб, какая-то девочка, которую то ли она хозяйка этого паба, и сама в одном лице она совмещает все. То есть она и убирается там, и принимает гостей, и, наверное, хозяйка, и хочет меня как-то соблазнить. А я просто музыкант в этом пабе. И у нее это удается. А супруга не ревновала? Нет, она сидела с детьми. Подсказывала, да, подойди справа, поцелуйся лево. Супруга, во-первых, бывший директор. До Леши была она директором коллектива. У нее все в порядке с головой, так что она глупостями не занимается такими. И она с детьми, и с моими дочками все были на съемках, естественно, обязательно. Поступают звонки от наших слушателей. Сергей из Москвы дозвонился. Утро доброе, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Игорь Саруханов в гостях. Ваш вопрос ждем. Давайте. Добрый день, Игорь. Я давний ваш поклонник. Многие песни знаю наизусть. Даже дома поем иногда, собираемся. Очень приятно. Я вас помню еще давно, и мы с вами встречались, когда еще вы жили в Долгопрудной. А, был такой. Тогда у вас был модный машин такой. Я помню, или девятка, или восьмерка. Не помню. Смотри, все люди помнят, знают. А еще раз мы встречались, когда вы уже репетировали в Москве. У вас были новые Volvo. Новая модель. И в Москве был один такой у вас. Спасибо. Мне интересно узнать, на чем сегодня ездит парень с гитарой. Но я не хочу делать рекламу. Один из самых популярных артистов. Спасибо, дорогой. Спасибо. Может быть, вы меня узнали. Спасибо, мой дорогой. А брату сказал? Все автомобили правильно, да, человек назвал? Да, все правильно назвал. Да, это так и было. Так и было. Они узнали, да, человек? Это Сергей. Только Сергей Демидович. Демидович у нас на связи. Да, ах ты. Да, таких. Ты уже будешь очень богатым. Не узнал. Не узнал. Слушай, ну вот ты специально, да, Серега? Я вчера с ним услышал. Логнулся, готовился. Ну уж как же, о чем тебя спросить. И даже акцент сделал. Мы это оценили, оценили. Сереж, спасибо огромное. Как ты там, Серега, родной ты мой. Я люблю твое творчество. И тебя обнимаю. Да, мы хорошие. Да, целую тебя обнимаю. Да, созвонимся, я тебе позвоню сейчас. Иг, скажите, пожалуйста, а вы помните вот этого артиста именитого, которому вы свою самую-самую первую песню отдали? Или, может быть, подарили? Или продали? Не знаю. Наверное, это было в 85-м году, когда мы записывали в Таллине. Это был Тынис Мяге один из первых. Не, ну вообще, самый первый это Ани Вески. Ани Вески. Позади крутой поворот. Конечно, что я говорю. Конечно. А лично, ну, ее привели домой. Анатолий Монастырев, автор текста. Он же режиссер телевидения. Он же один из тех, кто помогал Ани Вески отправиться в Сопот. Поэтому он мне сказал, Игорь, вот она поедет в Сопот, предлагается то-то, то-то. Ты не против, если нашу песню споет? Я говорю, с удовольствием. Давай, где она? Приведи. Она красотка такая, молодая, офигенская девчонка. И вот тебе ее приводят, прям вот эту, иностранку. Они же все иностранки были такие-то крутые. Да. И так, и как, здравствуйте, так, я буду петь песня, мне нравится все. Ну, я говорю, смотри, не испорьте, короче. Вот она спела, молодец, привезла первую премию. А в реанимацию позади крутой поворот попал? Да, естественно. Попал, да? Естественно, в моем исполнении. 8 ноября Игорь Саруханов попадет с концерта в город Тверь. Вы знаете, мы разыграем два билета сейчас на этот концерт. И поэтому Тверь, если вы на связи, а может у кого-то Тверь рядом, звоните. Тверь, приходи ко мне, Тверь. Звоните, 223-5550, код Москвы 495. Разыграем два билета. Звездный завтрак. Серенада любви Игоря Саруханова 30 октября. Услышит Зеленоград. 1 ноября Белоруссия Могилев на фестивале Золотой Шлягера. И сольным концертом «Реанимация». Игорь, круто. Звучание замечательное. Вот этих новых песен, которые вы реанимировали. Поэтому отдельное спасибо за этот альбом и за ту проделанную работу. Итак, город Тверь, я так понимаю, ждет, не дождется Игоря. Жду, не дождусь человека, который хочет попасть на этот концерт. 223-5550. Код города 495. Дозванивайтесь и прямо сейчас будем с кем-то из вас знакомиться. Алло, утро доброе, здравствуйте. Алло. Алло-лло-лло-лло. Алло. Как зовут вас? Меня зовут Владимир. Владимир, из какого города к нам дозвонились? Я с Москвы дозвонился. У меня просто такая история. Так. Вот Игорь приезжал в наш город. Это был концерт в 87-м году. Так. Была сборная солянка, был он. А город какой, извините, какой город? Город Актюбинск. Вы выступали в Дворце спорта. Мы делали освещение вам. Ох ты. Ох как. Сегодня прям бенефисы, Игорь, у вас тут. Смотрите, люди. Да, и был Филипп Киркоров. И мы давали два концерта в перерыве. Филипп попросил, бывает смешная такая история, коньки покататься. А я занимался хоккеем, говорю, да не вопрос. Да, он вышел, упал. Нет. Организаторы сказали, если он еще упадет, ты будешь петь вместо него. Я потихоньку, быстро забрал, говорю, пойдем к Божтику, забрал коньки. Владимир, все смешалось в нашем доме и коньки. А вы знаете, он что не сказал? Да. Он не сказал, что Филипп Киркоров выступал в моем концерте. Я думала, в моем концертном нарядке. Потому что я долгие годы... На разогреве, на разогреве. Долгие годы возил, по просьбе его мамы покойной, возил его с собой в его начале творческого пути. Как интересно. Итак, все же, Владимир, два билета на концерт Игоря Саруханова в Твери вам достанутся, если правильно ответите, вот на какой вопрос. Первую жену, Игорь, вашу звали Ольга, да? Зовут? Да. Ольга. Владимир, как познакомился Игорь Саруханов со своей первой супругой? Что он попросил ее сделать? Несколько вариантов. Первый вариант. Он попросил ее пришить пуговицу. Второй вариант. Он попросил ее приготовить ему кофе. И третий вариант. Он попросил ее уложить его локоны шикарные. Вы как считаете? Ну, мне кажется, ну, как бы... Вы бы как с девушкой знакомились? Кофе? Ну, это так банально. Это же Игорь Саруханов. Ну, какой кофе? Ну, о чем вы говорите, Владимир? Давайте так, выберем. Пришить пуговицу или уложить локоны? Вы же помните, какие локоны были у Игоря Саруханова? А, да. Ну, тогда последняя локон. Да, он был такой... Вы прям все прям мимо-мимо-мимо. Он попросил девушку пришить ему пуговицу. И женился на ней. Ну, как бы не было. Не расстраивайтесь. И она пришила на два года. Да, и она пришла на два года. Владимир, мы все равно отдаем билеты на концерт, который пройдет в Твери 8-го числа. Игорь, очень хочу с вами поиграть вот в какую игру. Давайте. Детский век. Ну, конечно, конечно, тему детей. Мы не могли обойти стороной, потому что дома две принцессы, две красавицы. Плюс еще вы нам рассказали, что дочь ваша любая еще и песни пишет. Она говорит, пап, я написал ее песню где-то год назад. Я был удивлен очень и был счастлив одновременно, потому что я не учил ее писать песни. Сколько лет ей? Ей было 10, сейчас уже 11. 11 лет уже писать. Через буквально, через месяц мы уже стояли на съемочной площадке. Ну, во-первых, мы записали эту песню, разумеется, сделали аранжировки. Саша Касьянов, мой очень близкий друг, который сделал замечательные вот эти все 30 с чем-то песен. Вот и реанимации, новый альбом, это все делает Саша. Вот. И он сделал замечательный, вот прям в ее стиле, аранжировку песня «Белая кошка». Вот. И Любочка ее замечательно спела, моментально, причем она пришла и сразу спела. Ни два часа, ни три. Ушло 15 минут. Звезда растет, ой, вот эти конкурсы. А вы готовы, да, вот к этому, что сейчас ребенок пойдет по конкурсам? Да, она резидент, она резидент нашего лейбла. Так вот, и Наташа, Наташа Маслова сделала, отсняла клип. Еще и клип у ребенка в один слез. Клип, кстати, в хорошем качестве, он есть в интернете везде-везде. Смотрите, у Радио Шансон тоже есть маленький резидент, ее зовут Алина, ей 6 лет. Очень любит ваши песни, ваша поклонница. Да вы что? На ее все вопросы мы ответить не можем, а вам придется отвечать. Слушай, Малину. Давайте. Дядя Игорь, а кем вы мечтали стать в детстве? Доченька, я всегда хотел быть артистом, всегда. Я, когда был маленький, моя первая сцена была стульчик. Я вставал на стул, просил, чтобы все подошли, ставил какую-то пластинку, вот, и открывал рот под эту пластинку, под музыку. А музыка была «Жалобно стонет, ветер осенний, листья кружатся, поблегшие». Вот, но пел я по-другому. «Жалобно стонет, ветер осенний, листья кружатся, побегшие». Вот. Ну, вот так. Поэтому я это очень хотел, и вот я тем и стал. Слушаем далее. А у вас когда-нибудь была борода? Вы будете ее отращивать? Нет, не буду. Вот просто такая небридость, и надо бывает лень бриться. Ну и не надо, и так хорошо. Далее слушаем Алину. Кто круче, голубцы или долма? О, каким вопросом задался ребенок. Ох, какая ты умничка. А ну-ка, Игорь Арманович, голубцы или долма? Они одинаково хороши. Да ладно, ну смотрите, и ваше, и ваше уважу. Но долма мне больше ближе, потому что моя бабушка и моя мама всегда готовила долма. Хотя и голубцы тоже с капусточкой, это было великолепно. Вот на этой позитивной вкусной ноте. Слушайте, час пролетел вообще неимоверно. Вот и аппетит вам разыграли. Видите как? Все, все хорошо. Игорь, вам хороших концертов. Впереди плотный такой гастрольный график. Мы ждем однозначно реанимация 3 и 4. Да, да. Новые песни обновлены здесь в эфире. Ну и всегда рады безумно дорогим гостям. Спасибо. Вам спасибо. Звездный завтрак на Радио Шансон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова